подри просто давай до дому ярик давайте кай убийца едет я вы их главное чтобы сначала дашку включить давай на дать 6 бентам кто-то очень много урон накидывает на жопте давай газуй на меня дядя газуй на меня газуй на меня давай полетели и всем привет ребят с вами мистер ванька и сегодня записываю новый ролик сегодня у нас вышли новые овердрайвы уже в игре и пока все ребята записывают первые ощущения можно так сказать первые битвы на своих овердрайвах я уже записываю об определенной проблеме с которой мы уже встретились которая была вот просто неизбежна уже даже до выхода данных овердрайвов для меня она была известна ну а сегодня когда уже овердрайвы появились у нас на основных серверах надо конечно же сразу же записывать ролик на данную тему и показывать всю эту проблему и сущность в данном вообще контексте я думаю что вы уже увидели вставочки которые я вот именно таки вставил самого начала как легко и просто сейчас умирает джаггернаут и сегодня вообще хотел бы поговорить по этому поводу не знаю может быть удастся еще здесь как нибудь красиво подамажить специально использовал различные пушки да там рикошет, твинс, молот, гром на страйкере особо к слову не получилось на уране там ракеты ну чересчур некрасиво летят там есть промежуток времени да как бы одна ракета наносит 7000 урона но получается так что не совсем эффективно их можно так использовать то есть если сравнивать условно говоря с тем же громом либо с твинсом либо с рикошетом то там все эти дела конечно конечно же обстоят намного таки намного таки проще поэтому сегодня у меня есть уже определенное решение по этому поводу безусловно если кратко сказать вообще мое мнение об овердрайвах то в какой-то степени это весело это круто это какое-то определенное нововведение это совсем другие танки онлайн это совсем другая игра и в таком моменте можно так сказать мне даже сейчас все пока что нравится но это так первый можно так сказать какой-то субъективный мой взгляд но проблема есть уже определенная в джаггернауте джаггер никак не может выдерживать овердрайв викинга чересчур большое количество урона наносится с данным овердрайвом это явно большая уже проблема и у меня уже имеется в голове определенное решение данной проблемы если же сейчас джаггернаута имеется всего лишь в 16 тысяч хп то раньше данное количество хпшки было где-то около 25 тысяч ну если вы ребят помните когда у нас джаггернаут только-только появился хпшки было намного больше плюс ко всему этому к тому времени не было у нас в игре бустера то есть данное количество условные 25 тысяч мы умножаем на 2 и того мы получаем уже 50 тысяч джаггернаута который должен был быть по моему мнению плюс ко всему этому сейчас у нас появляется овердрайв который дает еще в два раза больше дамага то есть это если x4 бустер можно так сказать если простыми словами именно таки выразиться x4 бустер у нас имеется и того нам нужно около 100 тысяч хп на джаггернаута дабы было на нем вообще комфортно играть и дабы данный корпус и данное вообще сочетание было универсальным и чтобы данный режим в игре был интересен игрокам потому что сейчас это явно очень скучно в какой-то степени да может быть там весело быстро его нагибать но если же режим делается за счет уникального танка который должен выдерживать очень большое количество урона то с данными овердрайвами он никаким образом не может выдерживать поэтому имеется определенного рода уже проблема которую нужно решать а решать ее можно таким вот простым способом просто надо поднимать в в как минимум наверное три раза хп данного джаггернаута хотя бы 50 тысяч да и как бы сказал условно говоря 100к это вот прям лучший расклад для джаггернаута это чтобы танк вообще просто был вот реально вот тем тем самым танком который будет держать большое количество хп и чтобы было вообще на нем просто супер эффективно и супер интересно играть ну а если же сделать джаггернаут примерно таким как он был до овердрайвов то можно грубо говоря дать ему 50 тысяч хп и данный корпус данное сочетание данное вооружение уже будет более играбельным на нем можно будет уже как-то играть против данных овердрайвах можно будет как-нибудь с данным супер крутым сочетанием потому что ну реально она уникальная реально с ним интересно играть но хпшки маловато и можно будет вот это все конечно же выдерживать хотя бы 50к имеется и я думаю что совсем по-другому данный режим уже будет показывать себя я не знаю что можно было бы добавить еще давайте наверное попробуем просто слиться просто сейчас отдадим джаггернаут ну ладно здесь чуть еще поживу единственный момент который сейчас смогу сказать в пользу данного режима это вот пока не появились овердрайвы вы можете более-менее жить то есть условно говоря 10 максимум 15 киллов вы можете набивать от начала данных киллов на джаггернауте 15 киллов бьете дальше появляются овердрайвы и все и тут вы можете просто забыть про свой джаггернаут это называется просто даже не то что танк простой да условно говоря простой танк даже никто так не рвется сливать то есть условно говоря вы например можете кататься на викинга каком-нибудь фризе на вас не будет никто вообще своего внимания обращать а джаггернаута будет специально принципиально ездить и нагибать ну и также я сегодня еще заметила один определенный баг с овердрайвом это после того как вы становитесь джаггернаутом у вас вот это вот иконочка остается но это всего лишь баг я думаю что его пофиксят но это такой незначительный не влияющий ни на что слава богу что это не какая-то дополнительная крит ошибка нет ни какой-то дополнительный лак но это просто можно так сказать неисправленный баг в игре который я думаю что в скором времени пофиксит и в этом плане будет все довольно таки грамотно но проблема имеется проблема имеется да может быть ребятам сейчас каким-то определенная весело ездить катать нагибать джаггернаута но я думаю что стоит об этом задуматься разработчикам игры то что нужно все это дело конечно же уже сейчас менять дабы данный режим не продолжал умирать и не продолжал становиться каким-то неинтересным ну потому что веселье быстро заканчивается как только ты становишься джаггернаутом да пока ты мне стал тебе очень круто весело ты так быстро его можешь нагнуть в какой-то степени даже вот в тех нарезочках которые я сделал для вас вы видели как смешно все это дело выглядит да безусловно это смешно вы быстро нагибаете но когда ты играешь на самом джаггернауте вы понимаете что это конечно же определенного рода проблема которую нужно решить дабы был комфортный данный режим и можно было на нем спокойно играть и нагибать но сейчас у меня уже накапливается я так смотрю овердрайв думаю что даже д дешку сейчас не буду юзать надо быстро как-нибудь доехать до джаггернаута потому что соточка у меня имеется грамма я в принципе взял сейчас главное чтоб меня данный парниша не слил но меня сливает джаггернаутик я думаю что сейчас мы быстренько отреспимся конечно не самая удобная карта для слитья джаггернаута но я думаю что нам это в принципе ничего не помешает и мы сейчас вот просто успешно даже с такого большого расстояния сможем поражать до дешечку но джаггернаут уходит на респ здесь даже я бы не успел бы ничего сделать но вот вы видите да как бы рельса начинает дамажить со скаутом и если под такой напор появляется у нас сама именно такие сам именно таки джаггернаут то все это очень быстро заканчивается вот сейчас можем в принципе включить д дешечку д дешечку я конечно чуть-чуть поторопился надо было чуть подождать но я думаю что даже без данного бустера можно спокойно брать и нагибать данного джаггернаута нет никаких проблем я уже пробовал даже и так по например на громе с кувалдой по 1400 урона вылетает просто легчайше и вы таким же самым простым способом быстро можете сдамажить и слить данного джаггернаута то есть вообще никаких проблем нету для слитья данного вооружения ну и сейчас какая-то конечно неудобная совсем карта у меня попалась для нагиба полностью данного корпуса но я думаю что сейчас вот можно будет сделать вот так вот и вот просто две секунды ребята и вы сами видите что за две секунды д дешка овердрайв и и просто джаггернаут на респе но это просто не может так продолжаться вы видите что один выстрел грома наносит по 1000 по 2400 урона это значит что не хватает там буквально шести семи граммов и все и джаггернаут на респе поэтому нужно делать кардинальные изменения нужно в большой степени увеличивать количество здоровья на данном корпусе дабы можно было уже комфортно играть на нем дабы можно было бы вообще уже нагибать именно таки нагибать на джаггернауте но не страдать никак не вот это вот видеть все это движение когда ты даже думаешь о том чтобы не получать его вот просто интересно его нагнуть и сразу потерять данный джаггернаут режим явно умирает и нужно что-то с этим делать что вообще ребят вы думаете на этот счет какие у вас имеются мысли как вам вообще в принципе овердрайвы потому что это первый видос с овердрайвами как повторюсь все ребята записывают именно таки первые ощущения первые обзоры но я сразу перемещаюсь уже к проблемам поэтому обязательно не забывайте прожимать лайкосик я думаю что новый видос по именно таким данным новым умер драйвом не заставит себя долго ждать обязательно также ребят не забывайте подписываться на канал ну и оставляйте свое вообще мнение в комментариях на этот счет с вами был мистер Ванька всем спасибо за просмотр данного видеоролика всем пока а